Всем привет! И в прошлый раз я вам говорил, что мы будем продолжать проходить Балетарию, но на самом деле я передумал. И давайте для начала пройдем в локацию 4.1, чтобы получить доступ к возможности фарма душ. Возможно, это кому-то понадобится. Кому не хватает уровня, подфармить души и тем самым облегчить себе жизнь. Но давайте для начала подготовимся. Изучим магию отражения. Кстати, немного лора из демонических душ мы можем почерпнуть из описания самой магии. Магия души демона, известного как рыцарь башни, значительно уменьшает урон. Защищает заклинателя, подобного огромному щиту, который когда-то защищал рыцаря башни. Но не так уж много и лора, конечно. Но, допустим, огненный шар, магия души демона, известного как драконий бог, выпускает огромный взрывающийся огненный шар. Драконий бог был рожден из костей дракона, погруженных в лаву, и воплощал могущество огненной стихии. Что ж, давайте изучим отражение. И подготовим магию. Возьмем огненный бросок. И да, на магию отражения нужно целых две ячейки. У нас пока что не хватает интеллекта, но окей, давайте поднимем наш уровень. Для этого нам нужно 8200 душ. И давайте, наверное, поглотим душу великого героя. В прошлой серии у нас пропал удрученный воин, и на месте него мы подняли душу легендарного воина. Это такая уникальная душа, которая дает 10 тысяч душ. И описание ее гласит. Отголосок души, найденной на трупе легендарного воина, поглотите его, чтобы получить души. Не мешкайте, если эта душа не достанется вам, ее быстро найдут демоны. Так, берем 18 интеллекта. Это дает нам третью ячейку памяти заклинаний. Теперь мы можем взять большее количество заклинаний, либо более мощные заклинания. В принципе, чтобы составить, не обязательно было подходить к фейке, можно было подойти к его падавану. И в прошлой серии я еще забыл прочитать описание парочки предметов. Давайте это сделаем. Кираса синеглазого рыцаря. Кираса балетарских рыцарей украшена изображением солнца, означающим, что их обладатели состоят на королевской службе. Такая кираса тяжелее и прочнее обычной, поскольку выкована из закаленного железа каменного клыка. В вес замедляет восстановление стойкости. И большой щит зарослей. Старый большой щит, принадлежавший правящей семье балетарии. Хорошо защищает от огня. Последним его использовал Бьор из клыков-близнецов. Ну, можно теперь это убрать все в хранилище. Они слишком много весят. Мы готовы на прохождение четвертой локации. На самом деле, четвертая локация очень бедна на лор. И понять, что здесь происходит, будет очень сложно. С огненным мечом здесь будет очень просто. Так как скелеты очень восприимчивы к огню. И по идее можно было еще сходить и прокачать свой меч до плюс 5 к огню. Чтобы было еще легче. Ладно, не буду пока что пройти на это время. Возможно когда я дойду до локации 4.2 перед ее прохождением я схожу и докачаю свой меч наконец-то. В принципе, для этого мне нужно подфармить, по-моему, 5 или 6 маленьких кусочков драконьего камня. Либо просто их купить по 3000 душ у торговца. И в этой локации, да, нам желательно бы использовать кольцо вора. Чтобы быть менее заметным. Так как летающие скаты очень любят атаковать нас своими стрелами. И если вы еще помните мы уже проходили частично эту локацию. Я здесь убил авангарда. Зачистил уже, можно сказать, половину этого уровня. Собрал предметы. Но пока что он не заходил сюда. Стоят двое. Можно, в принципе, в них пульнуть чем-нибудь. Да, магия огня здесь также хорошо работает. Но сначала давайте поднимемся наверх. Здесь есть такая не совсем заметная лестница. Многие ее упускают. Здесь лежит трава полулуния. Душа неизвестного героя. Осколок облачного камня и камень бесплотных глаз. В принципе, ничего такого сверхполезного тут и не лежало. Но все же там внизу можем увидеть тело. По идее если спуститься здесь только нужно делать это очень аккуратно. я не знаю, можно ли здесь спуститься вообще. Вернемся обратно. По крайней мере, здесь немножко можно срезать обойдя несколько скелетов. Здесь есть очень опасный скелет. магия так и норрита что-нибудь врезаться. Что-то он какой-то не очень расторопный. 48. Так уж и много. Если быть с ним не очень аккуратным, то он может реально заваншотить. наносит длинные серии ударов. Но у него нет щита. Станки душ. Здесь мы находим уникальный щит судьи. Давайте прочитаем описание. наив... Оу. Только давайте немножко спрячемся. Куда это он? На этом щите изображен судья. Босс этой локации. Большой деревянный щит, на котором яркими красками изображена почти пастральная сцена суда над покойником. На обратной стороне вырезаны древние слова. Герой штормов не должен ведать трусости и есть парящих в небе птиц. Если мертвец прогневает повелителя судьи золотого ворона, его труп будут терзать дикие звери, пока от него не останутся одни кости. Постепенно восстанавливает здоровье. То есть у судьи есть некий повелитель золотой ворон. И здесь осторожно ловушка. можно получить под задницу несколько стрел. По идее можно попытаться убить несколько этих тварей. Это сделать очень проблемно, особенно используя эту магию. Самое опасное в этой локации это не упасть с этой узенькой тропы, потому здесь мешают скелеты. Подкрепимся. Вау. так, главное не делать никаких резких движений. Монус один скелет немножко попортил нам жизни. кольцов не особо действует здесь. Да что там такая за артиллерия сверху? можно дождаться пока он пойдет назад. Атаковать его спину. Настался один удар. Оу! Блин. Почему его тесак не врезается в скалу? Не честно. Да что ты будешь делать-то? Как же ужасно здесь неудобно сражаться. Магия. Только магия здесь спасает. На самом деле для пущего эффекта можно было взять магию. Плащ который дает нам дополнительную невидимость. Ну да ладно. Я думаю мы и так справимся. Да и у нас закончилась мана. где моя мана? Блин. Да будь ты проклят аквачист блин. Не долетает. Хоть все. Все. Прошли это дурное место. Теперь уже будет проще. блин снайперы, а. Здесь нужно аккуратно пройти по этой балке. Кольцо расхитителя могил. давайте спрячусь и почитаю. Древнее кольцо с топазом, которое маскирует вашу сущность и отвлекает от вас черных фантомов. ну можно сказать такое бесполезное кольцо. Осколок облачного камня. О, ящерка. Ящерка для меня здесь очень полезна, так как она дает осколки камня лунной тени. Здесь кстати можно вот так вот забраться. чтобы взять очень полезное кольцо, кольцо восстановления. И как я уже говорил, если воспользоваться нелегальным шорткатом, то можно перекатиться через эту стену и неплохо так сократить себе путь. Вообще четвертый мир еще ужасен тем, что здесь нет никаких официальных шорткатов. то есть если вы умрете на боссе, то всю локацию что 4-1 что 4-2 необходимо будет проходить сначала. И это прям вызывает очень жуткую попоболь. Так как локации не очень простые. И бежать до босса постоянно приходится очень долго. Кольцо восстановления загадочное кольцо неизвестного происхождения постепенно восстанавливает здоровье. Зеленый камень этого причудливого кольца наполнен вязкой жидкостью. Кстати, давайте наденем венец. Это увеличит количество нашей маны. А также давайте поставим наше ароматное кольцо, которое восстанавливает постепенно запас нашей маны. последняя последняя ловушка. И опять наш друг скелет. Давайте попробуем его убить без применения магии. и маны. Очень аккуратковато. И очень откровен. Главное вовремя уклоняться от его так Немножко травы Сверху висят трупы И вот мы подошли к боссу этой локации И это очень неоднозначный босс И заранее скажу, чтобы убить его на трофей Нужно убить его, атакуя только в голову Когда впервые заходите в эту локацию Вы вообще не понимаете, что происходит Потому что босса вы перед собой не видите Видите какой-то пролом в полу И вас откуда-то снизу начинает атаковать нечто И для начала нужно спуститься немного ниже Как только вы спуститесь примерно до этого уровня Вы увидите огромную тушу На голове которой как раз и сидит золотой ворон Который как раз и управляет этим судьей И вот как раз отсюда Вы можете Атаковать этого ворона магией Либо стрелами, как вам угодно Сделать это еще не так-то просто Потому что он постоянно атакует То своим языком, то Огромным тесаком Причем пробивает постоянно текстуры Как вы можете слышать, перед каждой атакой Ворон кричит, как бы Приказывая судье атаковать Да, и пока я рассказывал, убегал туда-сюда И я умер Как раз помогу вам этот Гличный шорткат Который решили не убирать в переиздании Дань оригиналу Как раз вот здесь Если сделать перекат в определенном месте То можно перекатиться через эту стену Да, далеко не всегда это получается с первого раза Но вот Здесь как раз мы взяли кольцо восстановления И вот таким вот образом Мы сократили себе путь И вот мы уже опять у босса Теперь главное не умереть на этом скелете Я взял магию Отражение Но забыл ее использовать, как всегда Подготовимся На самом деле У этого босса можно убить двумя способами Это вот как раз стреляя ему по голове Чтобы получить трофей Воу Да, он может проламывать Ничего страшного В принципе можно подняться опять наверх И атаковать его сверху К примеру отсюда Слышим крик птицы Убегаем Также существует более официальный способ Как его убить Это спуститься к нему вниз Здесь у него из куза торчит Кусок его же тесака И чтобы атаковать его голову Мы бы сначала повалить его на землю Для этого атакуем Ему рану Не забываем уворачиваться От его замашистых атак И после нескольких ударов Он падает После чего можно атаковать Золотого ворона Но если вы убьете таким образом То вы не получите трофей Так, здесь наверху По моему что-то я не собрал Или собрал Похоже, что все-таки собрал Душа великого воина Душа великого воина И распухшая душа демона Мы попадаем на ритуальную тропу Обелиск демона Известного как Судья Судья возлагает печати героев На достойных почести мертвецов Которых народ теней Приносит в святилище штормов Чтобы омыть в светлых водах Подскорбную песнь бури То есть я здесь отбирал героев Которые были достойны Чтобы их похоронили В святилище штормов И перед подгребением Их омывали в светлых водах Подскорбную песнь бури И да, я вам напоминаю Что вся эта локация Есть островное святилище Народа теней Но после того Как здесь появились Штормовые звери Они порочили это место Заманивая сюда души мертвых Которые в свою очередь Вселяются в останки Погребенных здесь героев Да и сам народ Теней похоже уже Давно сгинул Это место давно заброшено Никто здесь уже Никого давно не хоронит Никаких ритуал Не проводит И единственное Что здесь осталось Это смерть и разруха И наш тарый знакомый Если его спасли Из тюрьмы В локации 4.1 То он здесь обязательно появится Блайдж Ничего не боится Продолжает свои грязные делишки И у нас здесь такая смешная картина Один расхититель могил Жалуется на гиену лоскутика За то что он такой вот подлец Да, нам предстоит столкнуться с этими жнецами И он нам рассказывает И он нам рассказывает о том Что кто-то попался в ловушку лоскутика И где-то там в подземелье Молит о пощаде Также у него можно купить несколько полезных предметов Например, свежие пряности Светящиеся крупицы Гранулы изготовленные из высушенного волшебного слизня Дают дополнительное сопротивление волшебному урону Такие слизни обычно вводятся в светящейся воде Да, то есть самое, которое мы вали здесь мертвецов Разнообразие стрел у него очень большое Можно купить святые стрелы Особая ритуальная стрела Звук, который она издает в полете Якобы изгоняет зло Огненная стрела Сосновая смола, нанесенная на наконечник Поджигается перед выстрелом Наносит огненный урон Легкие стрелы Эти невесомые стрелы летят дальше обычных Ну, покупать или не покупать Это уже ваш выбор Если у вас нет магии То я рекомендую закупиться этими стрелами Они реально вам могут пригодиться И можете затариться им под самую завязку И не переживайте за души Так как и в этой локации И далее можно очень неплохо так фармить души Я, конечно, не очень приветствую фарм Но иногда он необходим Особенно, если, допустим, у вас закончилась трава Здесь, кстати, также можно закупиться и травой И для ускорения процесса фарма У вас уже должно быть куплено возвращение Так, я человек, окей Чтобы не рисковать Давайте я Все-таки сначала сбегаю в Нексус Потеряю свою Физическую оболочку Так, а зачем я бегаю Когда я могу использовать возвращение И, кстати, после того, как мы дошли до локации 4.2 Клирики должны рассказать нам кое-что интересное Так, это ничего нового не говорит Девушки отдыхают В общем, если вам нужны чудеса То лучше закупиться сейчас у него Так как он уйдет Искать святого Урбейна И похоже, что с концами И опять все жалуются на Лоскутика Я клянусь, когда не поймаю проклятую Гиену Вон он Иди и лови его Не совсем до конца здесь, конечно, продуманы диалоги Возможно, что-то нам сам Лоскутик По этому поводу поведает Нет, ничего он нам не поведает Кстати, я вот не помню Расхититель гробниц продавал траву полнолуни Или бывающей луны по 800 Так, а где наше дело? Давайте обретем немножко могущества душ Да Возьмем одну жизненную силу Не хватает чуть-чуть В принципе, для этого билда Кроме магии и жизненной силы Нам больше ничего и не надо Возьмем еще магии И пойдем убьемся Давайте вернемся опять на ритуальную тропу Да, у него бывающая 800 стоит Поэтому лучше закупаться у Лоскутика Вот этим Лоскутик хорош Потому что он продает недорогую траву Лучше его не убивать И вот он Уход в святилище Где перед алдарем стоит жнец И поначалу это место может показаться Достаточно сложным Если не знать, что здесь сделать За мага Здесь есть отличный вариант Просто оббежать за алтарь Спрыгнуть вниз Да, еще и сразу спрыгну на кнопку Которая открывает проход далее Оу После этого нужно быстро убить жнеца После того, как умирает жнец Умирают все духи И вы тут же получаете Три с лишним тысячи душ Также еще и траву После этого можете смело использовать Чудо возвращения И повторяйте эту процедуру Раз за разом Пока не достигнете желаемого вами количества Второй вариант Если у вас прям слабое оружие То можно воспользоваться луком И попробовать расстрелять его сверху Давайте сразу соберем здесь Все барахло Оу, здесь барахло Так, здесь наверху я уже все собрал По-моему перепрыгнуть здесь Да, получится Да и прыжков здесь нет Как раз из этих Горшков льется Вода, которую мы вали Мертвецов Здесь также есть Скрытая Вина Окей, ладно Пока что давайте я с вами пойду Я соберу здесь Примет сверху Оу, здесь ловушка Оу Да, про девят А я совсем и забыл Очень грамотно поставлена ловушка Пока вы берете предмет Вам прилетает в лоб Три стрелы Ну окей Ничего страшного не произошло Заодно попробуем второй вариант С луком И наверное желательно С огненными стрелами Хотя я не уверен Что огненные стрелы Прямо будут наносить Какой-то колоссальный урон Попробуем 21 Да С стрелами здесь конечно не очень прикольно Здесь еще и духи ходят Духов можно конечно убивать Но они будут постоянно восстанавливаться Так Так А куда наш парень ушел Я в него выстрел Он начал шарахаться По всей локации Я Вау Да Он стреляет Очень мощной магией Кстати С него Также можно еще и Осколки лунного камня Фармить Которые нам нужны Для того чтобы Улучшить наш Фальшован полумесяц Если конечно Это вам нужно Тут в принципе Все можно игру пройти С огненным мечом Особо не заморачивайся Ну что ж Давайте сходим Соберем наши души И Так Здесь я уже предмет забрал Больше там делать нечего Стена опять закрыта Здесь нужно быть осторожным Потому что тут Есть вредный скелет Для пущей уверенности Можно Наложить на себя отражение Просто посмотрите Насколько эффективно Это заклинание работает Даже Очень мощная Атака Которая буквально Ваншотила Меня раньше Снимает Не так много урока Поэтому всем новичкам Я рекомендую Использовать это заклинание Особенно Перед битвой С каким-то Сложным Противником Как же Трудолго Просто затыкаем Дают осколки Клинкового Камня Да Мы находимся на острове Окруженного Водной гладью Где постоянно Плохая погода Да И вот эту Ящерку нужно Обязательно убить Просто необходимо Потому что Она дает Обломок Камня Лунной тени Но мне еще Не повезло Она на самом деле Может дать и больше Пожадничала В этот раз Ящерка Да Блин Кольцо надо одеть Здесь у нас лежит Уникальный Белый лук С белыми стрелами Ради которого Мы сюда и пошли Так Сейчас я спрячусь Мы возвращаемся Обратно Ходим По кругу Туда-сюда Ну и теперь Мы можем Спасти Его Светлейшество И как бы вы думали Кто здесь у нас О О Здорово by Не Не Увидимся Я Не Важно Ты Я Ладно Ну В Ладно У нас Белые Можем Пет Пит Это Полна Трейсер Но Я Прости Открыл Сто Сто Вы Сто Вообще, кто в здравом уме может поверить этому наглому, лысому ублюдку? Особенно после того, как он нас уже один раз подставлял в этой игре. Да, в Demon's Souls Patches прям ставит антирекорд. Он умудряется подставить нас, и не только нас, дважды. Эй, эй, не держись против меня, ай? Добавь свое время, страдаясь до смерти. А то я буду проделать каждый последний тринкет от твоего тела. И вот он наш Урбэйн. Продолжение следует... И он после этого себя называет Верховным Клириком, который просто не может убить одного темного духа. Ну что ж, сделаем всю грязную работу за него. Вот, в принципе, и все. Дает обломок камня лунной тени. Отлично. И камень бесплатный глаз. Здесь наверху мы можем видеть ухватившееся за камень тело, которое не дает упасть предмету, лежащему на нем. Но если вы поднимите тенденцию этого мира до самой светлой, то это тело упадет вниз. Как ни странно. Судя по всему, патч сюда уже скинул не один десяток людей. Ну и что теперь ты скажешь? Да уж, везде он благословит своего бога. Здесь у нас такой вот мертвый рыцарь. Может, это какой-нибудь старый знакомый? Нет, не узнаю. Лоскутик, на твоем месте я бы уже бежал. И вот раз он дает кольцо сопротивления ранам. Да, это было бы неплохим приобретением, если бы не одно но. У нас уже есть такое кольцо. Вы, конечно, можете его убить. И, наверное, будете правы. Но это не даст вам никакого профита, и вы просто-напросто лишитесь полезного торговца в Нексусе. В принципе, ничего плохого он больше вам не сделает. Ну что поделаешь, это Лоскутик, Гиена, Патчес. И это его сущность во всей серии Соулс. И не только Соулс, даже Бладборни он есть. Да, я, кстати, по-моему, забыл прочитать белый лук. Длинный лук из сучкового дерева. Считается, что человеку не под силу выстрелить из этого легендарного оружия с двумя переплетенными тетивами. Стреляет на огромное расстояние. Требует 30 сил и 24 ловкости. Не слабо так. Ну что ж, давайте еще раз сходим в Нексус. Потратим наши души. Воснем жизни. Проведаем наших святош. Стреляет на небесах. Стреляет на небесах. Как можно видеть, у нас появился святой Рубейн, один из его соратников, так его не дождался и ушел. И судя по всему погиб. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, строя ее паладин когда-то были клириками. Но, по слухам, стали демонами. С ней мы еще повстращаемся в пятой локации. Это будет очень печальная история. Продолжение следует... Здесь у нас будет дилемма, кому отдавать демонические души. Да, из-за одного прохождения невозможно собрать всю магию и все чудеса. Вам придется проходить не один раз, а то и не два. Потому что, помимо Фреки, здесь есть еще одна магичка Юрия, которой тоже нужны демонические души, чтобы сделать проклятую магию. Продолжение следует... 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 After the dark arts spread across the land Holy miracles were witnessed once again The will of God is clear We must defeat the demons Annul the curse of Boletaria And purge the magicians who manipulate those accursed souls As you know Souls are a source of wicked power Emanating from the demons King Allant was overcome by lust for such power And has placed Boletaria in her present predicament Old Freak and the Candle Maiden are no exception Yes, I see I certainly cannot force you to do anything But you must remember Souls are a demonic power Magia душ происходит от демонов А ваши чудеса, конечно же, очень чистые Do you have further offerings? В общем, сектанты те еще Можно обучиться чудесам Также За счет душ демонов За счет души демона-дракона Можно выучить гнев господень И выпускает отбрасывающую волну Чудо души демонического драконего бога Создает вокруг чудотворца взрывоопасное силовое поле Это могущественное чудо олицетворяет силу господа Величайшего из борцов со злом Оно помогает праведным и добродетельным Регенерация Чудо души демонического судьи Постепенно восстанавливает здоровье чудотворца Это чудо является собой символическое порицание еретика И людоеда, известного как судья То есть судья был еще и еретиком и и людоедом Окей С одной половиной лагеря мы поговорили Что скажет противоположная часть лагеря? Книг ничего нового не говорит Да, Фрэки вообще фиолетово, что здесь появился святой Урбейн Ничего по этому поводу он не говорит А из души судьи он нам не предлагает сделать никакую магию На этом мы заканчиваем нашу серию В следующей серии мы Либо продолжим штурмовать святилище Либо отправимся обратно в Болитарию У нас с вами был Голодный Всем до скорой встречи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok